Друзья, всем привет! А мы едем в Грузию! Дом, работа, дом и работа. Обычные будни, и ты вообще никуда не собираешься. Потом, бац, ты узнаешь, что завтра твой друг едет на свадьбу в Батуми один на машине. Звонишь другу, берешь рюкзак, носки, майка, трусы, футболка, камера, и погнали в Грузию! А как часто ты делаешь такие спонтанные путешествия? Это мега-круто! Ребят, куда мы едем-то скажи. Черт его стыдно. Едем черт его знает куда. Как же это охуенно! Так, жрать охота, что переночевать не надо. 150 километров осталось, и мы на границе. И будет Грузия! Ура! До Грузии сколько? Отсюда? Да. Отсюда? 150. Какой 150? Все. Это не местный мальчик, я понял. 3 часа ночи. Агудан. До Владикавказа 110 километров мы нашли еду. Наконец-то! Ура! Из Иванова выехали позавчера в 11 часов. Ну, в общем, ехали в 4 руки. Ментов много после Ростова. Чем ближе к Владикавказу, тем больше. В целом, все здорово! В этот раз я поехал новым для себя маршрутом. Мы поехали с Иванова на Владимир, далее пошли на Муром, Гусь-Хрустальный и на Тамбов. С Тамбова по новым для меня дорогам, неплохие, кстати, дороги были, мы вышли на Шахты. Дальше Каменск-Шахтинский, ну и, в общем, все то же самое, Ростов и на Владикавказ. В этот раз был новый путь, и это здорово! Когда приезжаешь на Кавказ, надо убирать нашу российскую привычку не есть в каких-то маленьких кафешках, боясь там отравиться или еще что-то. Чем ближе к Кавказу, тем вкуснее кормят в маленьких кафешках, как в фильме, о чем говорят мужчины. А он же жрет этот шашлык, и это вкусно! Последняя заправка перед границей находится в десяти километрах с левой стороны, не доезжая перехода. Ну, также можно залиться во Владикавказе, там есть Газпром, нефть. Заливаем полный бак, валим в Грузию. Субтитры подогнал «Симон»! Из Иванова мы выехали, как я говорил, в одиннадцать часов вечера. Не торопясь ехали, через тридцать один час мы были на границе в Верхнем Ларсе. Российско-грузинскую границу прошли буквально за час. На российской стороне было машина три, на грузинской десятки машин. Белорусский автобус с туристами задержал немного. Дальше без остановок проехали Степанцминду. Я ее был после Степанцминды. Это первый населенный пункт, где от границы километров 10-15, наверное. Где можно покушать, где можно поменять деньги. Деньги, кстати, можно поменять также на границе, есть обменный пункт. Правда, сегодня он не работал. После Степанцминды проехали Гудаури, Пасанаури. В Гудаури я был год назад, горнолыжный курорт хороший. Сейчас находимся на метров пятьдесят от Тбилиси. Остановились покушать кофе, качапури и едем дальше. Проблема с подключением телефона. До Тбилиси, собственно, сложно найти, где купить сим-карту. Нет каких-то салонов, магазинов, сим-карты не продают. Ну, мы, по крайней мере, не нашли, где это сделать можно. Сейчас, я думаю, что заедем в Мюксхета. Нужен местный телефон. Интернет нужен, самое главное. Дальше пойдем на Батуми или до Путаиси. День первый. Друзья. Погода сегодня не сильно нас порадовала. Боросящий дождик, утром было солнце, а сейчас такая пасмурная погода. Не сильно веселая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сталина. На элимине Сталин? Да. Такое урожай орехов собирают каждый год. В этом году орехов не очень много. Поэтому только один этаж засыпан орехами. А обычно на первом этаже такая же грядка орехов. Года 4 или 5 назад, когда первый раз я был в Грузии на мотоцикле, я ехал из Тбилиси в Хонч Кару. Ну, такое на слуху название Хонч Карави. Но хотелось посмотреть это место, где делают это знаменитое вино. И я свернул не туда. Google Навигатор меня завел. Вместо асфальта свернул меня с основной трассы на проселочную дорогу. Было уже очень темно. Дорога была ужасная для спорт-туриста, для мотоцикла с шоссейной резиной. Было очень тяжело ехать. Я матерился, ехал в темноте. И приехал в деревню. Вижу дома. Темно. Около одного из домов. На лавочке сидят четверо-пятеро мужиков. У них столик. Чача, дыня. И я остановился спросить у них, когда будет асфальт наконец. Они посмотрели на меня, как на космический корабль. Ну, в мото-кейпе, в шлеме, на спорт-туристе. В полной темноте. Эй, какой асфальт? Какая хванчкара? Слезай, выпей с нами чачи. Сказали они. Было здорово. Я слез. От чачи не отказался. Закусил дыни. И спросил, где же асфальт? Эй, какой асфальт? Выпей с нами еще. Сказали они. Ну, в общем, в результате. Они позвонили одному из своих друзей. Который умел говорить хорошо по-русски. Который был в России. Подъехало два джипа. Ну, и в результате. Мне сказали, что уже поздно куда-то ехать. Оставайся. Переночуешь. Будешь гостем. И знаете, в глубине души, в тайне, я этого хотел. У меня было это в голове. Я хотел переночевать в грузинской семье. Посмотреть быт. Посмотреть, как живут эти люди. Ну, первый раз в Грузии. Мне было очень интересно. И я не отказался от этого предложения. Все происходило вот на этой дороге. Немного впереди, как раз с правой стороны, был... Я встретился с этими ребятами. И мы поехали в дом. В дом, в который я уже возвращаюсь каждый год. А в некоторый год и не один раз я приезжаю к своим друзьям сюда. Это недалеко от Кутаиси, небольшая деревня. И каждый год я сюда возвращаюсь как домой. Меня очень радушно принимают. Сейчас жена моего друга стала крестной мамой моего младшего сына. Если я не ошибаюсь, это Айва. Айва. И где-то здесь еще я видел... Сейчас посмотрим. Да, вот лесной гранат. Мне сказали, что лесной гранат, но он более мелкий. Такой. Вот так. Чтобы понятно было размер, он реально маленький. Но есть вот немного побольше. Но он более полезный, чем тот гранат, который крупный. Более крупный гранат растет в Азербайджане. А этот лесной грузинский, но полезный. А многие спросят, ну как это так? Чужой человек пригласил тебя в свой дом. Он не просто пригласил меня в свой дом. Он мне сказал, выбирай любую комнату. Хочешь на первом этаже, хочешь на втором. И это очень непривычно для россиян. Это не наш менталитет. Здесь есть такие слова. Грузины говорят, что гость, он послан Богом. Для них это действительно не пустые слова. Они очень радушно принимают и делятся всем, что у них есть. Даже если и не есть немного, всем поделятся. Ты никогда в Грузии не останешься голодным. Ночевать под березой никогда не будешь. Нам это очень непривычно, но так есть. Так в Грузии. Здесь очень радушно принимают. Здесь очень хорошие люди. Так растут апельсины. В саду рядом с домом, как правило, так и в Черногории, в Хорватии также. Есть виноград, который растет для того, чтобы просто покушать. Белый, черный. Отдельные сорта, более сладкие. И есть виноград для того, чтобы делать вино. Отдельные сорта винограда. Они более, насколько я понимаю, более жесткий виноград. Более кислый. Вот такая вот плантация. Такая плантация. Большая виноградника, из которого в дальнейшем будут делать вино. Это где-то в середине октября будет вино из этого винограда делаться. Это он уже мягкий, но не настолько. И на вкус он кислый. Зверь, зверюга. Такой вот орешник. Дамский палец здесь, а там дальше фундук. Ну, лесной орех. А дамский палец они отдельно называют. И то, что на деревьях растет, это не собирают, а собирают то, что на земле. Хотя мы раньше, я помню, недалеко от плеса я собирал именно с деревьев. Вот так. Вот много таких испорченных орехов в этом году. Чем-то переболели деревья. Поэтому не делайте так, люди. У меня свежие импланты, поэтому мне можно. Ну вот, есть хорошие орехи. Осенью, когда зреет виноград, корова его ест. И осенью и зимой корова в Грузии дает вино. Осенью белое, зимой красное. Весной и летом чачу. Зверь, иди сюда. Ну, что ты боишься-то? Между рядами винограда траву выкашивают и отдают корове. Перед этим немного посолив. Оказывается, корове нужна соль в каких-то количествах. А виноград убирают, ну, не всей деревней, но, в общем, зовут еще друзей и убирают целой толпой. Для того, чтобы было легче. Видимо, после этого и вино пробуют, пьют вместе. Кайф! Обожаю виноград прямо с ветки. Хороший, хороший, хороший зверь. Хороший. Адуший зверь. Это очень мне нравится этот самый, такой аборак. Стратегические запасы Грузии. Телепортировался за 360 рублей из деревни недалеко от Кутаиси до Батуми. 15 лар. Скажи привет, Иванова. Привет, Иванова. Привет, Иванова от Давида. Заселился. Идем на пляж. Райончик Гонио называется. Недалеко от, буквально, 3 километра до грузинской границы. В общем, чуть-чуть за Батуми. Квариати. Местечко называется. Иду на пляж. Запутался маленько. Ну, вот так вот тут. Прикольно. Народу немного. Уже сентябрь, это хорошо. Море. Кайфуха. Пришел на пляж, пару заплыл, сделал до буйка, повисел на нем и обратно купил графин белого вина. Не осилил. Хочу сказать, что мир очень тесен. И в прошлом году, когда я путешествовал на мотоцикле в Европу, я через каучсерфинг останавливался у Андрея в Бресте. И Андрей сейчас сконтачил меня со своим другом здесь, в Цминде. Александр мне тут все рассказал. Все здорово, все классно, хорошо меня принял. Молодец. На обратном пути с моря я зашел в ресторанчик, выпил немножко чачи, покушал салатик грузинский с грецким орехом, мясо немного. Все хорошо, жизнь налаживается. Появилась мысль сгонять в Турцию, в Трабзон. Не знаю пока, надо ли это делать. Завтра решим. А сейчас иду, вот, собственно, уже подхожу к дому. Весьма рекомендую, очень спокойное место, хорошие номера, недалеко от моря, в принципе, 500 метров, что ли. Бензин в Грузии дороже, чем в России. Ну, не сказать, чтобы глобально. Сколько? 2,50 это 60 рублей, короче, где-то примерно. На 24 надо умножать. Вот, а я сейчас позавтракал. На Луколовскую заправку зашел, взял баночку Холстона и иду на пляж купаться. Пока завтракал в кафе. Кофе и хачапури. Угостили меня вином красным вкусным. И хозяйка рассказала, что 18 лет прожила в Греции. У нее там родились дети, но приехала жить в Батуми, потому что в Греции культура плохая и говорит, не хочу, чтобы мои дети росли в Греции. Вот так вот. Еще сказала, что из-за нашей российской чертовой политики, из-за этой недавней провокации в Тбилиси и отмены авиасообщения с Грузией резко уменьшился туристический поток. Ну, в общем, чего и добивалось наше правительство. Я не помню, какое сегодня число. Какое сегодня число. Как хорошо отдыхать, когда не знаешь, какой день недели, какое число. Сегодня 5 сентября. Четверг. Что я? Я выезжаю с Цминды, еду в Трапзон. Меня там ждет каучсерфер. Не знаю, что там в этом Трапзоне. Может быть, что-нибудь интересного будет. Поехали, посмотрим. Такой номер. Небольшой, уютный. В принципе, на 3 человека. Все, что надо есть. А это самое главное. Что еще нужно? Никаких лишних понтов. Все здорово. Классно. Welcome to Hotel Sofia. Субтитры сделал DimaTorzok